На мой взгляд, эти выборы абсолютно ничего не поменяют с точки зрения политики Соединенных Штатов на Украине. Ведь смотрите, вот как они себя ведут в последние годы. Они выделили в своих доктринальных документах два противника. Это Китай и это Россия. Россию они считают слабой в экономическом отношении, а Китай они считают гигантом, который может в экономическом плане приобрести военную мощь, соответствующую своему, так сказать, экономической ситуации. Кстати, председатель СИИ на последнем съезде такую задачу поставил. Совершенно четко, не скрывая, он сказал, что наши вооруженные силы должны соответствовать тому экономическому значению, которое сейчас мы имеем. И такую задачу он поставил, в общем, достаточно в короткие сроки, где-то в течение пяти лет примерно, я думаю, Китай выйдет и превзойдет. Экономически он уже превзошел Соединенные Штаты, а в военном плане, ну, по крайней мере, сравняет Соединенные Штаты. То есть два у них врага, так, как они считают. Это вот Россия. И вот благодаря своей, так сказать, политике им удалось втравить в конфликт Россию на Украине. И в их интересах, вот следуя этим доктринальным документам, значит, введение этого конфликта как можно дольше, чтобы как можно сильнее истощить экономику России. И там по Китаю у них своя, так сказать, будет линия проводиться, и, так сказать, она будет проводиться так же системно. Другое дело, что вряд ли им удастся втравить, значит, Китай в конфликт прямой военный на Тайване. И там будут какие-то другие варианты действия. Но с точки зрения, вот скажем, ослаблению России максимального конфликта, они будут максимально затягивать Украину, абсолютно, я уже много раз об этом говорил. Их абсолютно не интересует. У меня многолетний опыт общения с американским руководством, кстати, и с республиканским, и с демократическим, и с администрацией Буша, и с администрацией Обамы. Они абсолютно ничем не отличаются. А некоторые, значит, представители республиканской партии были еще более агрессивны, достаточно макеяна только вспомнить. Я имел с ним беседу, это абсолютный такой, так сказать, патентованный, покойный уже. Но, тем не менее, стоит вспомнить, значит, патентованный русофоб, ненавидящий откровенно России. Ну, известный, да, очень. Да, известный деятель, ну, поэтому, значит, мало что изменится в этом плане. Я бы тут вот, что мог бы обратить внимание на что? Что не только это все относится к доктринальным документам, это все ведь имеет и свою подоплеку материальную. Многое было уничтожено в экономике, да? Но, тем не менее, основа для восстановления-то в России как раз есть. То есть она обладает всем тем набором, который, значит, позволил бы при выборе определенных финансо-экономических моделей, социальных моделей, позволил бы выйти на очень высокие темпы развития, позволил бы восстановить Россию экономику свою мощную, создать. И, соответственно, вооруженные силы бы подтянулись к этому. Вот. И тут очень много будет зависеть от ближайших нескольких лет. Потому что ход военной операции показал, конечно, что экономике надо уделять гораздо большее значение и очень серьезно заниматься, чтобы проведение вот такой операции было полностью перекрыто, скажем, возможностями своей промышленности, возможностями своей науки, технологии и так далее. Хотелось бы пожелать, чтобы это все-таки делалось. Это вот выйдет ли Россия усиленно или ослабленно. Это все зависит от тех решений, которые будут приниматься, от создания той финансо-экономической модели, которая вот сейчас существует, она нуждается в реформировании. Тут вот я всегда, когда там начинаю с кем-то спорить, говорю, значит, мне все равно какая-то модель называется. Вы только мне скажите, вот возьмите десятилетний отрезок, да, функционирования этой модели. Если она дала рост, как в Китае, в два раза в ЛВП. Вот председатель Си в своем докладе, двухчасовой доклад, громадный, да, он назвал всего две цифры. Вот представьте, громадный доклад, в котором нет больше никаких цифр, кроме двух. Это 10 лет тому назад было 49 триллионов юаней в ЛВП Китая, да. А сейчас стоит 119, по-моему. Я могу там чуть ошибиться, но порядок цифр вот такой. Все, только две цифры. Так вот я и говорю всегда, что вот возьмите, значит, любые, значит, финансо-экономические модели, ну, как угодно их нахваливаете, там, рассказываете, что прогрессивные, там, и так далее, и так далее. Ну, возьмите результат. 10 лет. Что вот за эти 10 лет произошло? Удвоился ЛВП? Прекрасно аплодируем, модель великолепная. А если нет, выкиньте эту модель. Не ломайте голову, не спорьте, нечего ее совершенствовать. Еще раз подчеркиваю, что вот, возвращаясь к вашему очень важному, на мой взгляд, вопросу, каким можно выйти из этого конфликта. Можно выйти более сильным, а можно выйти ослабленным. Если выйти ослабленным, значит, это значит, это будет означать, что американцы добились своего результата. Не хотелось бы.